Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 23 июля, попрощались ненадолго. Снова я вернулась. Вот только что описывала 358 номер Большая Радуга Бекалор. Прекрасный сладкий сорт. Сегодня я специально вам подобрала такие сорта, которым равнодушным остаться нельзя. Потом описывала вот этот старинный семейный сорт американский номер 357 Доктор Вич. Пробовала, хвалила его. И теперь из этого же разряда, это был американец, это был американец. Вот это немецкая. Оранжевая клубника немецкая. Номер у меня 353. И если я про это говорю, что американские сорта, они у нас редкие, все, то про оранжевую клубнику. Я прочитала в интернете, что она создана немецкими специалистами. И еще в 75-м году, более 40 лет назад, ее из Германии к нам завезли. И вот эта вот яркая, необычная расцветка плодов привлекла людей. Вкусовые качества. Ясно, что оранжевый томат, он, конечно, наверное, очень вкусный. И потом еще у нее оказались такие качества, которые в России очень пригодились ей, как морозоустойчивость и неприхотливость в уходе. И поэтому она быстро распространилась на территории России. Я не знаю, продается ли она в магазине семена или нет. Я получила от других людей, но не из магазина. Если по характеристикам, то это индетерминантный сорт. Ясно, что они вот такие крупные. Он очень большой. Метр восемьдесят может быть на улице. И прочитала в интернете, что если не прищипывать макушку, то в высокой теплице он может вырасти 3,5 метра. Представьте, это просто томат-гигант какой-то. Написано, что верхушку нужно обязательно выщипывать, когда он достигнет вот этой высоты, где вот эта шпалера заканчивается. Ну, где, короче, заканчивается свободное расстояние. Нужно его обязательно прищипывать. Неограниченный рост. Это вот для меня проблема. Они вымахали в теплице, такие огромные. Но он крупноплодный. Его, конечно, нужно и подвязывать. Его нужно посынковать. Вообще он относится к средне-поздним. И пишут, я вот читала, что он созревает примерно в начале августа. Но у нас в этом году из-за жары, видите, как еще июль не закончился, у нас уже половина вот всех этих томатов, вот первые и вторые кисти, они все созрели. Что хорошо, какой плюс этого вот оранжевой клубники, что этот томат адаптирован к нашим погодным условиям, вот, по крайней мере, к большинству регионов России. Это я тоже вычитала. Так как сорт для меня новинка, я же читаю много информации. И написано, что он переносит хорошо и понижение температуры, и засуху. Если перед этим сорт, вот один из американских сортов, я рассказывала вам, что к неблагоприятным условиям относится плохо, то вот эта вот оранжевая клубника, она может немножко понижение температуры пережить. Но у нее есть один минус, который указан тоже во всех статьях, что она очень, как бы, ей нужно хорошее освещение этой клубники. И в тени рост ее замедляется, окраска сразу меняется, делается не такая яркая, плоды сразу делаются мельче, и урожай сразу понижается. Везде написано, что растение должно освещаться 16 часов и более. То есть, если пасмурная погода, вот у нас сегодня нынче жаркое, ясное, солнечное лето, и вот этой моей клубничке немецкой оранжевой повезло. Она такая ярко-оранжевая, она сладкая, вкусная. Но если бы у меня была погода пасмурная, то, возможно, она не была бы такая. Сразу скажу, что в теплице ее выращивать, вот в моей, в такой варочной, она росла очень сложно, толстые, мощные стволы, огромная она. Эти висят, они тянут ее на бок, вот эту всю, весь этот куст, короче, все. Ей нужна очень хорошая подвязка. Ну, вообще, у меня она вызрела хорошо, и когда света много, она очень хорошо вызревает. И еще у нее один плюс, что если она не успеет у вас вызреть, ее можно снять в фазе молочной зрелости, и после дозревания плоды не теряют вкуса, аромата. И, ну как, все свои вкусовые качества сохраняют, и ничем не отличаются от тех, которые созрели на материнских кустах. Эти свойства не каждому томату присущи. Некоторые сорвешься с зелеными, вы знаете, они когда дозревают, они потом трава травой. Ой, смотрите, какая красота! Оранжевый калейдоскоп. Солнышки, солнышки. Так, это у нас солнышки. Еще одна особенность этого сорта. Вот смотрите, вы когда будете смотреть материалы на сайте, очень часто на фотографиях вот эта оранжевая клубника, она сердцевидной формы. Но по отзывам всех людей, которые ее выращивают, ну как, я могу вам сказать, есть такие отзывы, что на одном растении могут встречаться и округлые помидоры, и сердцевидные. Я вот у розового меда это однажды встречала, вот у меня вот тоже, я взяла для образца, видите, она не совсем сердцевидная, она все-таки приплюснутая, но немножко вот так вытянутая. Есть прям явно сердцевидная форма, а есть нет. Это не считается как недостатком. Я читала в статье, это относят к особенности сорта, что могут они сформировать плоды разного цвета. Но все-таки основная часть, она должна быть в форме клубнички или в форме там, ну как сердца, немножко как вытянутая. 400-600 граммов, может быть даже до 900. У меня вот эти вот 450 я взвешивала, 500. Вот ярко-желтая, она можно сказать оранжевая, она об этом в названии говорится, вот эти все они такие оранжевые, но это опять же если хорошее солнце. Так, сейчас мы попробуем. Везде про нее пишут, что мякоть сочная, мыслянистая, без пустоты белых участков, но действительно она очень хорошая мякоть. Семян немного, больше все-таки мясистого. Томат этот относится к столовым сортам. У него, знаете, какой вкус, как бы вам сказать, ой, не шаловите, все уже, камера, конечно. У него такой вкус. Он сладкий. Кислоты нет, почти вообще нет. Я даже не чувствую. Аромат томатный, а вкус все-таки без кислинки. Больше, вот такие томаты желтые, они больше походят, ну, как под описание, как фрукты, а не как овощи. Все-таки томаты вот настоящие, они же с кислым, а тут кислинки почти нет. Еще раз попробую. Нет, ну, очень вкусные. Опять же, еще раз повторю, что говорила про предыдущие сорта. Вот такие вот томаты как раз можно без ограничения есть детям. Можно есть пожилым людям, можно есть людям с аллергической реакцией вот на томаты красного цвета. Все знают, что не все могут есть вот те томаты с повышенной кислотностью. У кого заболевания, вот пожилые люди лучше есть такие. Ну и, конечно, детям они понравятся, потому что они очень сладкие. Вот она необычный, вот такой вкус по сравнению с красным. Ну и плоды универсального назначения. Можно и кушать в свежем виде, можно и делать и пюре, и все на свете. Я вот дольками такие мясистые, как бы вам сказать, консервирую. Сейчас покажу, как десертный. Вот видите, у меня вот эти томаты, все желтые, все оранжевые, я стараюсь делать в десертном варианте, где сахара больше, чем соли. Они очень подходят, вот эти все сорта. У меня все желтопузики, все идут туда. Так, что еще я узнала про эту клубничку? Оказывается, сорт оранжевая клубника давно уже считается очень распространенным среди желтоплодных томатов. Но у меня не было его, потому что, возможно, у нас ассортимент наших магазинов не очень богат, но в России уже больше 40 лет, как я вам говорила, выращивают ее. Не знаю, есть или нет они у нас в магазине, но за это время они уже адаптированы к нашему климату, и у них сформирован хороший иммунитет к болезням. Короче, эту немецкую клубнику уже можно считать русским томатом. Ой! И она обладает морозостойчивостью, у нее высокая сопротивляемость агрессивной среде, то есть различными там всякими. И поэтому ее любят все огородники. Ее называют высокоурожайным. И тут даже были приведены очень большие цифры. Но я не буду говорить, там написано, что с квадратного метра до 20 килограммов теплицах можно получить. Я не буду, меня всегда просят, скажите урожайность, какая у них. Во-первых, урожайность у всех будет разная. Это зависит от плодородия грунта, это зависит от условия выращивания. Если указано 20 килограммов с куста, это не значит, что будет у всех. Будет только у тех, кто сделает тщательный уход, кто будет ее, возможно, удобрять грунт всю. А я урожайность свою не могу сказать, потому что мне еще ко всем моим вот этим хлопотам не хватало завешивать все томаты. Вы представляете, какой это объем работы? Зачем мне это надо? Мне это не надо. Я никогда не завешиваю. У меня два критерия. Или их много, или их мало. Вот этих много томатов на кусту. И вот этих много. И вот этих. Значит, урожайность хорошая. Если кусты падают, колышки ломаются, вот это у меня показатель урожайности. Взвешивать это очень сложно. Я не буду за каждым членом семьи следить, кто какую помидорку сорвал. Вдруг он мою урожайность понизил. Я его не завешиваю. Все. Так, что еще про нее добавить? Достоинства и недостатки. Достоинства. Высокая урожайность. Достоинства. То, что она долго. Он же высокий, индотерминатный. Она долго, долго, долго. Некоторые говорят, что до самых морозов будет плодоносить. Конечно, вот эта яркая окраска. Где-то ее называют экзотической. Но для меня оранжевый томат, это не экзотик. Это просто яркая окраска, приятная для глаза, которая поднимает настроение. Еще один солнечный томат в моей коллекции. Состав томата, который не вызывает аллергии. Очень вкусный. То, что универсальное назначение. То, что они и жару переносят. Вот видите, у нас какая жара нынче. И они дали хорошие, большие плоды. И говорят, что она еще морозоустойчивая. Я не проверяла. Этот фактор не могу. К недостатку, к основному, относят ее требовательность к освещению. Если будет мало солнца, она не сможет показать все свои достоинства. Все. Это номер 353. Оранжевая клубника немецкая. Если кто-то ее выращивал в помощь тем, которые еще не знают ничего об этом сорте, напишите комментарий, в каком регионе и как она у вас себя ведет. Везде ли такие хорошие результаты? Везде ли она такая сладкая и вкусная? Вот у меня получилось очень вкусное. Ну, вообще прелесть. Вот сейчас камеру выключу и всю эту серединку прям выгрузу в нее. Все. До свидания. Продолжение следует...